Добрый день, друзья! Многие из вас спрашивают, почему не выпустил видео о том, как обстреляли автомобиль бизнесмена, а также депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына. Скажу так, я дважды сразу по горячим следам садился записывать видео на эту тему, но оба раза эмоции брали верх. Я понимал, что YouTube просто заблокирует мое видео и все, на этом все старания будут напрасны. Но затем вышло интервью с родителями погибшего ребенка, и я все-таки решил еще раз попробовать записать видео на эту тему. Возможно, я и не прав, но я думаю, что если бы Стрелок не промахнулся, а попал в самого Соболева, то, скорее всего, это преступление просто бы оказалось очередным нераскрытым рядовым преступлением. Мало ли бизнесменов по стране стреляют, а вот тут, скорее всего, отец мальчика задействовал все свои связи, и преступники были оперативно задержаны. Но давайте послушаем отца убитого мальчика. Сразу скажу, что меня заинтересовала одна фамилия. Это фамилия предполагаемого заказчика этого преступления. Мне угрожают уже 4 года. У меня есть аудиозапись, как меня пытались 4 года назад заказать. У нас просто в стране есть люди, у которых нет слова «хватит», которым всегда мало. Я этих людей знал, когда они были без денег. Я этих людей знал, когда им было тяжело. Я этих людей знаю. Но им всегда мало. Я приложу все усилия, чтобы эти люди... Я не готов сейчас их обвинять. Я не готов, я же не судья. Я не следователь. Но я в эфир предлагаю людям, которые в этом списке... Я записал их просто для того, чтобы, еще раз повторю, не забыл. Я просто предлагаю этим людям... У меня даже претензий к ним нет. Пока. Чтобы эти люди сели на детектора лжи, они покажут, что они невиновны. Но я знаю больше, чем они думают. По фамилии следующие. Двух судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, в Австрии. И которые живут припеваючи. У них все хорошо. Я думаю, вы понимаете о ком речь. Емельянов-Татьков. Сколько времени прошло? 4-5 лет? И что? Что-то поменялось? Покажите мне. Уголовные дела. Мне один говорит, что их уже давно продали. Другой. Мне не важно. Купили, продали. Покажите мне результат. В этой же компании два человека, которые работают в этой компании. Брославский и Малик. Есть еще два прозвища. Остальное я оставлю для себя. Александра Грановского. Знаете такого? Саша, присядь на детектор. Я хочу послушать, что ты мне расскажешь. Кто что знал, кто кого заказывал. Расскажи на детекторе, как агентство буквы. Четыре года надо мной издевалась. Четыре года. Мне просто показывали в интервью одного человека, который говорил, заплатите деньги. В течение трех месяцев мы из любого человека сделаем, что ему ни одна авиакомпания мира билет не продажет. Так спросите, кто надо мной четыре года издевался? Вот смотрите, Соболев назвал очень много фамилий тех людей, которые, по его мнению, могут быть причастными к этому преступлению. И я считаю, что дело чести и генпрокурора Рябошапки, и министра МВД Авакова, и главы СБУ Баканова, приложить все усилия, но доказать виновность и наказать настоящих заказчиков этого преступления. Хотя правая рука Порошенко, Александр Грановский, преспокойно покинул Украину и сейчас находится в Израиле, откуда его достать практически невозможно. Но вернемся к исполнителям. Итак, полиция задержала Стрелка и его сообщника. Оба воевали в правом секторе. Правда, некоторые источники говорят, что они все-таки воевали в украинской добровольческой армии. Но это не столь важно. Непосредственно Стрелок в 19 лет стал кавалером Ордена Замужества Третьей степени. В 16 лет пошел на фронт. Война стала его университетом. Он был очень метким снайпером и так далее. Короче, очень многие украинские СМИ пытались представить нам этого оточника героем. И вот даже показывают видео, как президент Порошенко его награждает. Да мне лично, все равно за какие заслуги он получил орден. Пусть хоть за взятие Бастилии получает. Вы задайте себе вопрос. А матери убитого ребенка очень интересно, какие награды имеет этот бывший вояка. Говорить сейчас нужно о другом. Давайте представим, что он, совершив это преступление, остался безнаказанным. То есть представим, что его полиция не задержала. А теперь задайте себе вопрос. А что было бы дальше? А дальше, получив денежки за выполненный заказ, он бы очень быстро их спустил. И что? Искал бы следующий заказ? Или вы думаете, что он пошел бы честно работать на завод к станку? Но я сейчас даже не об этом хочу сказать. Я вспоминаю, на Майдане, особенно после окончания всех событий на Майдане, вели себя не только непосредственные участники этих событий, но и другие, а-ля патриоты, непосредственно в маленьких городках, в районных центрах и так далее. Наверное, все уже забыли, как представители правого сектора брали на абордаж районное отделение милиции, как они врывались внутрь административных зданий, требуя отставки руководителей районных подразделений милиции и так далее. Можно вспомнить, как эти представители правого сектора, собравшись в кучи и натянув на себя балаклавы, ходили по улицам городов, ища себе на жопу, извините, на одно место приключений. Можно вспомнить, как многие из них начинали кошмарить предпринимателей, и основным аргументом тогда у них было, ну как же так, мы же на Майдане выясняем отношения с Беркутом, а они в это время зарабатывают деньги. Да пришла пора раскуркулить этих предпринимателей. То есть какой-то Вася Пупкин, он же по специальности токарь-пекарь, понимая, что у него самого ума не хватает открыть бизнес, решает его просто в тупую отобрать. Но особенно они обнаглели после того, как почувствовали полную безнаказанность. Уже почему-то все забыли, как эти правосеки огромной толпой вырывали в здание прокуратуры и выносили из своего кабинета прокурора города или района. И такая же участь ждала судей, которых вместе с креслами правосеки выносили из зала суда. Зайдите в сети, посмотрите, там есть куча видеоматериалов на эту тему. Я уже тогда говорил, что эта безнаказанность ни к чему хорошему не приведет. Она может привести только к совершению новых преступлений. Ведь понимаете, что получилось? Люди одевали на голову балаклавы. То есть они скрывали свою внешность и творили, что хотели, оставаясь безнаказанными. А после совершения одного преступления, а в их понимании подвига, их естественно тянуло на совершение новых. Но самое главное, тогда это все было аргументировано революционной дотильностью. То есть по-русски революционной целесообразностью. Я понимаю, что немножко увело сторону от основной темы. Но я хотел вас подвести к следующему. После тех майдановских событий, многие правосеки принимали участие в событиях на востоке страны. И там им естественно приходилось применять оружие. И понятное дело, они находились в очень экстремальных условиях. Но вот именно там они поняли свою значимость. То есть они именно там почувствовали, что именно от них зависит будущее страны. А по истечении определенного времени, когда прошло время вернуться на гражданку, то оказалось, что в гражданской жизни все не так. Что здесь жизнь протекает по-другому. Это там тебя кормили, поили, одевали. И перед тобой ставили боевую задачу, которую ты должен выполнить. И поэтому, придя на гражданку, очень многие из бывших вояк просто растерялись. То есть они еще совсем недавно там на востоке страны чувствовали свою значимость. А придя на гражданку, поняли, что для того, чтобы покушать, одеться, нужно идти работать снова токарем-пекарем. То есть, образно говоря, к заводскому станку. Ведь больше ты ничего делать не умеешь. И я сейчас не пытаюсь защитить этих ребят. Но нужно сказать, что очень многие работодатели в Украине своим кадровикам сразу сказали, что участников АТО на работу не брать. И здесь понять этих работодателей можно. Потому что они неоднократно сталкивались, мягко сказать, с полной неадекватностью бывших аточников. Проблема в том, что страна оказалась просто не готовой обратно встречать бойцов, которые возвращались с войны. То есть, в зону боевых действий их отправляли без вопросов. А вот о том, как они будут возвращаться, никто думать не хочет. Вот это и привело к тому, что тысячи людей, которые были на востоке страны, сегодня оказались вне закона. И поэтому власть сегодня замалчивает, что военные люди не находят себя в гражданской жизни. Война просто не выходит из этих людей. И они идут в криминал. Они идут в банды. И статистика говорит о том, что банды сегодня переполнены аточниками. И поэтому нечего удивляться, что, допустим, на выполнение убийства депутата Соболева был нанят бывший аточник, а не опытный киллер. Заказчик просто понимает. А зачем тратить большие деньги, если сейчас полно бывших аточников, которые за гораздо меньшую сумму готовы выполнить нужный заказ? И если вы думаете, что этот случай с заказным убийством ребенка – это исключение из правил, так смею вас заверить, что нет. Мы просто уже начали забывать про аточника, который, как бы, между прочим, зарезал на автобусной остановке человека в Киеве. Или совсем недавний случай с другим аточником, который, захватив мост метро, грозился его подорвать. И, к сожалению, такие случаи еще будут повторяться неоднократно. Но самое страшное то, что мы с вами, как гражданское население Украины, никогда не будем готовыми к таким вот неадекватным выходкам бывших военнослужащих. Поэтому мое мнение такое. Виновные в этом ужасном преступлении должны понести наказание по всей строгости закона. Из-за лишения жизни человека никакие былые заслуги учитываться не должны. И еще, мне интересно, друзья, что вы думаете по этому поводу. Так что пишите в комментариях, я обязательно их почитаю. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.